Светлое Христово Воскресение Сегодня я предлагаю вам ответить на вопросы, их накопилось достаточно много, которые как раз касаются этой темы. И первый вопрос, почему Пасха считается главным праздником православным, а не Рождество? Ну, потому что Рождество – это приход Спасителя в мир, а Пасха – это воскресение, увенчание, исполнение того, ради чего Христос в мир пришел. Для того, чтобы искупить от греха человеческий род своей кровью. Он как бы принес жертву за нас, за наши грехи, став для нас вот таким агонцем, который вот в Ветхом Завете, его приносили жертву за грехи людей, а здесь сам Господь принес жертву себя. А вот, собственно говоря, это и есть то, почему Пасха является главным праздником. Но, вы знаете, я бы предостерег от вот такого математического высчитывания, а вот какой праздник важнее, вот почему Рождество так, а Пасха вот так. Знаете, что бывает, вот на Западе Рождество, на Востоке Пасха. И у нас Рождество – это великий праздник, и мы радуемся и ликуем вместе с ангелами Рождество Спасителя. И на Западе Пасху тоже точно так же празднуют. Владыка, а вы помните свою первую церковно отмеченную Пасху? Как это все происходило? Вы знаете, первые мои церковные Пасхи, они были в моем городе, в Сухуме. Помню, конечно, это крестный ход на Пасху. Это огромная толпа народа, самого разного. Верующие люди, которых было много, и безбожники, которых было еще больше. Это шум, крики в храме, это так называемое раскачивание толпы, на которое специально посылались комсомольские активисты. Вы знаете, здоровые такие мужики, от которых несет перегаром на весь храм, брались вот так друг к другу под локти и начинали качать толпу. Вот мало кто это знает, но все старые люди, которые ходили в церковь, они это знают. Что такое – качать толпу на Пасху. Просто толпа же стоит так, что человек к человеку вплотную, руку не поднимешь, перекреститься. И вот когда эту толпу раскачивают, значит, это крик, гаммы, орут бедные женщины, кричат, визжат. Хор там наверху на балконе пытается все это перекричать. Воскресенье день, просветим все люди. Такое впечатление достаточно, как бы, вот вы говорите, впечатление. Не шмелевские, да, не из лета Господня, а вот из того времени. Они, конечно, очень, эти впечатления такие своеобразные. Поэтому всякое бывало. Ну и, вот, наверное, очень хорошо мне запомнилась Пасха 85-го года, когда я служил в армии. И пришел в храм на Пасху. Я служил недалеко от Читы, в одном таком поселке, военная часть была. Буквально от Читы там был несколько, может, километров 12-го, вот так вот. Автобус ходил в город. И он останавливался у КП нашего. А у меня была возможность выходить, заходить. Я там, так сказать, при штабе дивизии последний год служил. И через ряд остановок, одна из остановок в городе была прямо напротив храма, единственного храма. Я частенько пользовался, ездил, ездил в такую самоволку, вот, одевал парадку и ходил в храм. И там таких солдат было достаточно много. Читают, была солдатская столица, тогда ее называли. Вот, нас там было, может быть, на Пасху, ну, человек 15-12, вот так вот, да. И очень интересно, вот там, деревянный храмик, один такой же, подвелось священник. Не так много народу, не было вот такой толпы. В основном были верующие. И там были такие бабушки, они нас, солдатиков, разбирали к себе после Пасхи, после службы домой. Вот, я там с еще одним, к одной бабушке, она, пошли, пошли, ребятки, пошлите ко мне, да. Они нас там кормили, вот, пирогов давали, всякие куличей и прочее, прочее. Вот, мы так вот, потом утром обратно к себе в часть, как так мыли. Вот, это была такая очень хорошая, очень теплая, очень такая светлая Пасха, я ее очень хорошо помню, да. Ну, а уже потом, конечно, это Троица Сергея Лавры, это впечатления, которые затмили большинство моих юношеских церковных впечатлений. Вопрос от зрителя. Прошу разъяснить, почему праздник называется Пасхой. Ведь праздник Пасхи праздновался еще до Рождества Христа и означало, естественно, не воскресение Христово. Да, это еврейское слово, Песах, переход, прихождение. Это праздник, который, мы даже говорим, еврейская Пасха, да, и христианская Пасха. Это воспоминания того, как евреи покинули Египет, ушли из египетского рабства в землю обетованную, да. Это когда Моисей пришел к фараону с просьбой отпустить народ, отпусти народ мой. Вот, фараон отказал тогда, Моисей взмолился Богу, Господь явил так называемые казни египетские, да, из них самая последняя была самая страшная, когда Господь поражает, убивает всех первенцев египтян. А для того, чтобы уцелели первенцы иудеев, Моисею ангел приказывает народу объявить, чтобы закололи ягненка, его съели тут же, потому что надо будет уходить сразу, да, практически на ногах, и хлеб. Вот, а кровью ягненка бы, кровь ягненка нанесли бы на ворота своих домов, и ангел Господень проходящий, видя этот знак, проходил мимо, и еврейские первенцы уцелели, а первенцы египтян были истреблены. Это была самая страшная казнь египетская, после чего Моисей уводит свой народ, и потом фараон, напомнившись, пытается догнать, евреи переходят через Черное море, Песах, переход, переходит через Черное море, но море смыкается, и войско фараона погибает. И вот, собственно говоря, это такая аналогия, как Пасха древняя была переходом из рабства египетского в свободу, в землю обетованную, так и для нас Пасха наша, переход от рабства греха в царство Христа и царство свободы. Следующий вопрос от зрителя. Откуда известен день воскресения Христова? В Библии сказано, что пошли смотреть воскресенье, а когда воскрес Христос, нигде не говорится, то ли в субботу утром, то ли в субботу днем, вечером. В первый день недели, да, это то, что мы сегодня называем воскресенье. Последний день, седьмой день недели, был суббота. Первый день недели – это наше сегодняшнее воскресенье. Это свидетельство Евангелия. Потом мы также знаем, что умирает Христос в пятницу, второй, третий день – это воскресенье. Вот, собственно говоря, свидетельство Священного Писания об этом и говорит. Но, правда, слово «воскресенье» – это уже наше слово христианское. Тогда это был первый день недели, следующей недели, после субботы. Кто такой богоглаголевый овалком из пасхальных песнопений? Да, это из четвертой песни пасхального канона. Там вспоминается пророк Аввакум, это заветный, который вот так в каноне преподобного Иоанна Дамаскина звучит это так. «На божественной страже богоглаголевый Аввакум достанет с нами и покажет светоносно ангела, ясно глаголюще, дней спасения миру, яко воскресе Христос, яко всесилин». Здесь использованы слова из его пророческой книги. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, что он скажет мне. Ныне спасение миру, видимому и невидимому, Христос из мертвых, восстанете с ним и вы». Вот, собственно говоря, наше богослужение, оно библейское. Так же, как мы когда говорили о великом каноне преподобного Андрея Критского, то говорили, что человек, не знающий священного писания Ветхого Завета, он не поймет или поймет очень немногое из канона, потому что там постоянные отсылки и аллюзии на те или иные события, и на тех или иных персонажей Ветхого Завета, и надо его хорошо знать, надо знать тех, о ком говорится. Вот точно так же и в каноне преподобного Иоанна Дамаскина, в пасхальном каноне, тоже есть отсылки к Ветхозаветным пророкам, потому что воскресение Христово, пришествие Мессии, его смерть и воскресение были предсказаны Ветхому Завете. И Церковь постоянно указывает на эти предсказания, подтверждая и утверждая, что они сбылись именно на Христе Спасителе. Следующий вопрос от зрителя. Почему весь пасхальный период поется пасхальный канон? Кто его автор и о чем в нем говорится? Автор его преподобный Иоанн Дамаскин – это замечательный поэт, богослов, философ своего времени, живший в VII веке, по именованию Дамаскин, понятно, что он из города Дамаска, это сириец. Занимал он очень высокое положение в халифате, был министром даже в свое время у халифа, и был очень известным богословом и поэтом. Написал очень много песнопений, которые сегодня использует Церковь, но и в числе их о нем можно целую передачу. Говорит, это очень интересная личность, достаточно сказать, даже наш Танеев написал кантату Иоанн Дамаскин. Одно из его наиболее ярких церковных произведений, песнопений – это пасхальный канон. Он поется, потому что он наиболее полно, ярко и художественно, образно выражает смысл празднуемого события Пасхи. Он поется в течение всего пасхального периода. Более того, во время светлой недели, недели после Пасхи, он заменяет собой все наши молитвенные правила, которые мы обычно читаем в другие дни. Часы пасхальные и пасхальный канон. Вы уже сказали, что молитвенное правило. А какое молитвенное правило в светлую седмицу действует? Вместо утренних и вечерних молитв читается час пасхальный. Есть такое понятие – пасхальные часы. Надо открыть часослов, там они есть. Дочнее, даже не читаются, а полагается его петь. Потому что на Пасху мы почти все поем. Стараемся как можно меньше читать. Опять же, выражая тем самым нашу радость и ликование о Христе воскрешем. – Надо ли поститься во время светлой седмицы перед причастием? – Видите, в чем дело? Надо поститься в установленные для этого церковью дни. Среда-пятница и большие посты. Рождественский, Великий, Петровский и Успенский. Человек, который живет, подчиняя свою жизнь вот этой постной дисциплине, дисциплине постов, ему не надо поститься больше никакие другие дни. Вот, поэтому на Пасху, на светлой седмице, среда и пятница являются тоже непостными днями. И есть всеобщая традиция такая, что в эти дни, если человек хочет причаститься, он это может делать не постясь. – Владыка, что бы Вы пожелали зрителям в дни Святой Пасхи? – Я бы пожелал войти в радость Господа своего, как говорит святитель Иоанн Затауст в своем слове огласительном на Святую Пасху. А войти в радость можно сознательно. Нужно не лениться узнавать свою веру, не лениться понимать, что мы празднуем. Не приходить в церковь по принципу, ну, вроде, да, ну, вот ходят, ну, может, что-то будет, может, что-то я получу хорошего от этого, нет. А стараться как можно больше дать Богу. Особенно это важно на Пасху, потому что на Пасху мы должны Богу нашу благодарность, нашу любовь и нашу радость. – Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры создавал DimaTorzok